Технические средства, призванные облегчать жизнь незрячих людей, стремительно совершенствуются. При этом их стоимость достаточно велика. Не каждый инвалид по зрению может себе позволить дорогие приборы. Поэтому у семинара было сразу две цели. Во-первых, познакомить участников с возможностями новой электроники. И во-вторых, научиться использовать ее более дешевые и доступные аналоги. Специализированные средства, вот например, вот этот навигатор с блоком видеокамер, создан специально для незрячих. Значит, его стоимость, вот комплекта, 39 тысяч рублей. Вот этот телефон обычный Nokia E52. Ну, я всегда его, так сказать, применяю вместе с внешним модулем GPS. Я буду объяснять, почему именно с внешним. Тут тоже установлена программа навигации. Он сейчас стоит порядка 4 тысяч рублей. Вот такой блок 2-3 тысячи. Сумма сопоставимая. Одинцовскому отделению Всероссийского общества слепых повезло с экспертом. Валерий Проняшин – бывший военспец очень высокого уровня. Он уже дважды становился лауреатом премии «Наши Подмосковья» с проектами GPS-навигации для незрячих. Во второй библиотеке постоянно проходят обучающие занятия, работает специальный компьютерный класс. И вот опыт Одинцовского района начинает перенимать другие муниципалитеты. Рада видеть у нас в Одинцове людей из других районов Московской области. Потому что Валерий Проняшин готов помочь всем незрячим. И при знакомстве сегодняшним с Валерой, я уверена, что у вас возникнет много вопросов, после чего вы, наверное, обменяетесь телефонами, и он вам будет тоже помогать. Во многом успехи Одинцовского отделения Всероссийского общества слепых связаны с постоянной и всесторонней поддержкой со стороны местной власти. И об этом на семинаре вспоминали неоднократно. Помощь нужна любая, не обязательно материальная. Иногда важно просто прийти, поучаствовать, волонтерская помощь. Сейчас очень актуально. Волонтеры нужны любого возраста. Поэтому те, кто неравнодушен, на сайте администрации есть информация о таких организациях. Мы всегда всем рады. То, что Одинцовский район стал в регионе своеобразной пилотной площадкой для межмуниципального семинара, не случайно. Благодаря совместным усилиям местной власти, членов Всероссийского общества слепых, сотрудников библиотеки номер два, именно в нашем районе сегодня накоплен значительный опыт обучения незрячих людей основам современной навигации. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова